Нашел интересное решение, как в Joomla привлечь внимание, например, к ссылке. Сейчас вы видите рядом с моим курсором вот такая вот стрелочка, обратите внимание. И как бы я ни возил мышкой по сайту, эта стрелка всегда показывает, куда хочет она привлечь внимание. И если я приближаюсь к этому объекту, куда я хочу привлечь внимание, то эта стрелочка маленькая исчезает. Таким образом мы можем привлечь внимание к какой-то ссылке наших посетителей. Как это работает, как это устроено, давайте разберемся. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Данная возможность позволяет нам реализовать специальный модуль. Устанавливается модуль, как обычно. То есть модуль вы сможете скачать по ссылке в описании к этому видео. В админке нашего сайта мы с вами переходим, как обычно, расширение менеджера расширения установить. И просто вот так вот перетаскиваем модуль в это окно. После установки модуля мы с вами переходим в расширение модулей. Находим данный модуль. Он у вас будет отключен. У меня он уже включен. Тоже его включаем. Заходим в настройки. Давайте сначала разберемся с правой частью. Показывать заголовок. Ставим скрыть. Позиция модуля. Смотрите, нам по сути не нужно, чтобы этот модуль где-то отображался на сайте. Поэтому мы пишем debug. То есть даже если такой позиции в шаблоне нет, как бы это не важно. Просто пишем debug. Состояние опубликовано. Здесь нужно понять, на каких страницах вы хотите отображать ссылку вот с такой вот стрелочкой, привлекая внимание. У меня это только на одной странице. Поэтому я перешел сразу привязка к пункту меню, отключил все страницы и поставил галочку «Только показывает на странице демо». Настроечки небольшие. Первая загрузка jQuery, библиотека jQuery. По умолчанию стоит «Да». Мы также оставляем не трогаем. Если вдруг какие-то проблемы у вас на сайте и не будет работать данная стрелка, просто не будет отображаться, например, попробуйте отключить здесь jQuery и нажать «Сохранить». Также версия jQuery и нам нужен здесь вот этот класс. Либо мы здесь пишем что-то свое, но это в принципе не обязательно, как вот оно есть. То есть нам просто к ссылке, к любой нашей ссылке на сайте, нужно добавить класс. Вот этот класс, который прописан в данном поле. Вы его просто копируете или куда-то сохраните, он нам сейчас понадобится. По сути все, нажимаем «Сохранить» и «Закрыть». Далее, например, в нашей статье где-нибудь мы хотим вставить такую ссылку. Привлекая внимание, мы с вами переходим в материалы «Менеджер материалов». Я захожу в свой тестовый материал. То есть мы делаем статью и, например, делаем ссылку, к которой нужно привлечь внимание. Я просто напишу «Ссылка». Ссылаться пускай будет, ну, пускай прямо на этот тестовый сайт. Выделяем ссылку. Ищем скрепку ссылки, да, вот эту иконочку, вставляя ссылку. Кликаем в редакторе «Адрес ссылки». Окей. У нас сейчас ничего не сработает. Нам нужно сначала прописать класс. Это делается очень просто. После этого мы с вами переходим вот по этой иконке «Исходный код». То есть если у вас другой редактор, то, скорее всего, будет иконка по-другому выглядеть, но исходный код есть у каждого редактора. Открываем. И внимательно смотрим, как прописывать класс. Вот после открывающего тега «А» ставим курсор, пробел. Просто прописываем по-английски «класс» равно кавычки. Между кавычками вот это вот слово именно класса, которое у нас прописано в самом модуле. Все. Ничего больше не нужно делать для этой ссылки. Нажимаем «Окей». Нажимаем «Сохранить». Идем на сайт, обновляем страницу. Если мы стрелку видим рядом с курсором, значит все работает. Ну, достаточно что-то интересное такое новое. Я раньше такого не видел, случайно наткнулся на этот модуль. И в обязательном порядке решил записать данное видео для вас. На этом данный урок закончен. Надеюсь, для вас был интересен и полезен. И увидимся с вами в новых видео. Пока-пока.